Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда предлагаю подписаться, поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 2 марта, киевское время 19 часов. К сожалению, опять попадание в жилой дом. В очередной раз мы испытываем трагедию, когда гражданские люди страдают от ракетных ударов российских оккупационных войск в городе Запорожье. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных операций на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 170 атак. Беспрецедентное количество атак на таком участке фронта в течение одних суток. В целом российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам Харьковской, Полтавской, Донецкой областей. Есть раненые среди мирного населения. Повреждены жилые дома, многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали два беспилотника типа «Шахет-136». Ударные дроны были сбиты нашими силами противовоздушной обороны. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Запорожье, то что я говорил, трагедия. Там пятиэтажный дом, разрушенный с пятого по первые этажи, один подъезд практически полностью обвалился. По состоянию на утро сегодняшнего дня спасены 11 человек, из которых одна беременная женщина. 20 человек эвакуированы, из них три госпитализированы с травмами. Из-под завала спасатели деблокировали двоих погибших. Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов очень высок по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено. За сутки противник обстрелял населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской области. В Харьковской области были применены беспилотники с боевой нагрузкой по гражданским объектам в районе населенных пунктов. В приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности и устанавливает противотанковые заграждения. Кстати, в Белгородской области руководство российское отчиталось, что они закончили оборудование границы в плане защищенности от возможных проникновений с нашей стороны. Мы не заявляем таких намерений, хотят, это их граница, их земля, что хотят, то и делают. На Купинском и Лиманском направлениях идут бои в лесах в районе Кременной. Около площанки враг продолжает давить и имеет частичный успех, то есть незначительное продвижение в сторону наших позиций. На Бахмутском направлении. Тут идут тяжелые бои на восточном берегу речки Бахмутки. Враг бросается в атаку, а на данный момент бои продолжаются. Ситуацию, точную ситуацию сказать практически невозможно. На севере оккупанты продолжают атаковать из Берховки и Ягодного, однако нашим войскам удается их на сегодняшний день сдерживать. За прошедшие сутки на севернее Бахмута продвижение российских войск остановлено. На юге продолжается массированная атака на нашей позиции по линии гаражей и Мариупольского кладбища. Также район Ивановского. Это, пожалуй, единственное место на Бахмутском направлении, где инициатива не за врагом, а за нашими войсками. Противник возобновил штурмовые действия в сторону Белой горы и Делиевки. Успеха за прошедшие сутки не имел. На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжаются бои у Водянова и Невельского. Для противника безуспешные. Враг не оставляет попыток захватить Красногоровку и улучшить тактическое положение к востоку от Новобахмутовки. Тоже успеха не имеет. Очередные попытки атаковать Углидар были отражены нашими войсками. Противник понес потери и откатился на исходное положение. В Марьинке продолжаются городские бои. Ситуация, линия боевого столкновения не изменилась за прошедшие сутки. Бои продолжаются. Как вывод можно сказать, что сегодня в Бахмуте без существенных изменений. Это, наверное, первое сообщение за последнюю неделю, как минимум, когда мы говорим о том, что в Бахмуте ситуация без изменений. То есть, линия фронта остановлена. Практически точно мы не можем сказать ситуация на восточном берегу речки Бахмутки. Как там продолжается. Но там идут интенсивные бои. И фактически боевые столкновения происходят за каждый дом, за каждый перекресток. Поэтому конкретно сказать, есть где проходит сегодня или сейчас линия боевого соприкосновения, практически невозможно. Окупанты ставят целью пробить Клин с севера вплоть до Хромова-Богдановки. Но на сегодняшний день все их попытки продвинуться в этом направлении были купированы нашими войсками. Также есть цель перерезать трассу на Константиновку, чтобы хоть в каком-нибудь месте они пытаются прорваться к трассе, для того, чтобы ее перерезать. Почему? Потому что она действует. Она снабжает гарнизон Бахмутя. И мы, кстати, в Бахмуте ситуация намного лучше, чем на северной и на южной окраине города. В городе мы довольно, он довольно хорошо укреплен. И там мы ведем там уличные бои, перемалывая российские оккупационные войска. Также в планах российских оккупантов постараться окружить Авдеевку и Маринку, так как постоянные попытки зайти в лоб и штурмом взять эти города, они полностью провалились. Но посмотрим. На окружение Авдеевки и Маринки, скорее всего, российским войскам понадобится перегруппировка войск и очередное подтягивание резервов. Откуда они начнут снимать резервы, посмотрим. Потому что свободных резервов на сегодняшний день в российской оккупационной армии на территории Украины не осталось. С территории Российской Федерации поступление уже сокращается. Вот такая вот, вот такая вот, так же была, наблюдается активизация российских войск на Луганском направлении. И они пытаются восстановить интенсивное давление на силы обороны Украины в районе Кременной, Площанки и на Масютовку с восточной части Луганской области. Ну и остается у нас с вами Запорожское и Херсонское направления. Здесь враг обороняется. На отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Это в основном касается Запорожского направления. Но и идет обмен одневыми ударами. Было совершено на Запорожском и Херсонском направлениях. Совокупно противник совершил 45 огневых ударов артиллерии по населенным пунктам и нашим позициям. Наша авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотник типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных объекта врага. В общей сложности за прошедшие сутки украинские войны ликвидировали 715 российских оккупантов, уничтожили два танка, 20 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем. Кроме того, враг потерял одну реактивную систему залпового огня, 3 беспилотника оперативно-тактического уровня и 7 автомобилей. В Черном море на сегодняшнее утро на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 24 ракет. Но мы знаем, что было уже заявление от пресс-офицера оперативного командования ЮК о том, что в принципе по оценкам нашей разведки массированные ракетные удары могут уйти в историю. То есть они будут, но не такие массированные, как были ранее. Это то, о чем мы говорили, что количество ракет все-таки начинает заканчиваться, начинает сокращаться в Российской Федерации. Ну и это что касается военных новостей на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и по военно-политическим новостям, тут самое главное новость сегодняшнего дня, это что в сети гуляет видео, где представители русского добровольческого корпуса заявляют, что они зашли в деревню Сушаны и Любичаны, которые являются частью, ну, которые находятся на этой территории Российской Федерации с целью освобождения страны от диктатуры Путина и призывают к этому присоединиться россиян. Вот смотрите, все вот эти новости о ДРГ в Брянской области, которая зашла, ну, понятно, что если они зашли, то с нашей территории, потому что другой границы в Брянской области нету с внешними странами, только с Украины. Вот это классический вариант операции под чужим флагом. Вот так проводится операция под чужим флагом. Почему? Потому что когда события, вот первый признак, как только события происходят с нашей подачи, то есть мы участвуем в этих событиях и эти события, или мы эти события генерируем, в Российской Федерации сразу реакция, ничего не произошло. Все хорошо. Вспомните атаки на военные базы в Крыму, да? Нет, это нарушение мер безопасности, это пожары, это хлопки, это задымление, что там еще не выдумать. Значит, да, можно сразу сказать, что мы к этому приезжаем. Если Россия скрывает, значит это мы. Если Россия делает вот такую помпу с выкладыванием видео, причем пропагандисты перестарались так, что там сначала обстреляли школьный автобус, девочка погибла там какая-то маленькая, вспомните мальчика в трусиках распятого в 14-м году, да? Потом оказалось, что девочка вроде как ранена, потом оказалось, что автобус вообще никто не обстреливал. Вот. И потом появляется видео, и тут какой-то русский добровольческий корпус, два человека, о котором никто никогда нигде не слышал. Вот. И как они там оказались, откуда? Я думаю, что жителям Российской Федерации лучше спросить у представителей ФСБ. Ихнего ФСБ. Когда такая помпа, такое сопровождение, такое обсуждение в средствах массовой информации, тем более, видите, методичку, видно, не всем разослали, или писали разные пропагандисты, точнее, разные сотрудники отдела спецпропаганды ФСБ. Потому что даже тут нестыковка в данных среди подаваемой информации и в телеграм-каналах, и на средствах массовой информации. Причем докатилась до Кремля, Путин сказал, что это теракт. То есть удар по жилому дому в Запорожье это не теракт, в понимании Путина. Ракета-то российская прилетела в этот дом. А вот эти вот там зашли и неизвестно, стреляли они, не стреляли. Тем более, что в своем видео это якобы военный этого русского добровольческого корпуса говорит о том, что они гражданских не стреляют. И никого в заложники не брали. Что они просто, они воюют с режимом Путина. И докатилась, Путин сказал, что теракт, средства массовой информации уже назначили на сегодня экстренное заседание Совбеза России, где якобы Путин должен сделать жесткое заявление. Но потом вышел Песков и вылил ведро холодной воды на голову вот этих пропагандистов. Сказал, никакого заседания на сегодняшний день Совбеза России не планируется. А завтра будет заседание в рабочем порядке с постоянными членами Совбеза Российской Федерации. Вот такая вот ситуация. Кстати, наше главное управление разведки сделало очень интересное заявление. Я вам процитирую цитата. Российская Федерация сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК, вот этого корпуса. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные мероприятия, высказался представитель украинской разведки. Вы так как укрепляли границу россияне со своей стороны, кстати, Курская, Брянская области и Белгородская, они соревнуются между собой, кто сильнее укрепит границу. У них там стоят войска прикрытия, которые ведут постоянно огневое воздействие на нашу территорию. Мы оборудуем границу в инженерном отношении, какая ДРГ, как она могла туда проникнуть. Так что ищите на своей территории, россияне. Это только могли сделать сотрудники ваших спецслужб. Следующая новость, тоже из России, из Москвы, представитель Государственной Думы, народный депутат, генерал, он член комитета Государственной Думы по обороне, некто Соболев, сделал такое жесткое заявление, сказал, что нужно заканчивать спецоперацию и начинать настоящую войну в Украине. То есть, вот это они не считают войной. Никаких красных линий в отношении Украины не осталось. И нам нужно заканчивать спецоперацию и начинать войну. С уничтожением средств и объектов коммуникации, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно, заявил депутат Государственной Думы. Вот такие настроения бытуют сегодня в Государственной Думе Российской Федерации. Ну, посмотрим. Путин до сих пор не может решиться вторую волну огласить мобилизацией. Потихоньку гребут военкоматы, но при этом старается это не афишировать. Молдова приняла законопроект в первом чтении, который чуть не вызвал потасовку в самом парламенте. Молдова возвращается к своим, я так понимаю, историческим корням. Они приняли законопроект, который заменяет словосочетание молдавский язык на словосочетание румынский язык. Коммунисты чуть не подрались. Не знаю почему. Я думаю, что исторически их два языка практически похожи. Вполне реально. Тем более, что большинство депутатов проголосовало именно за переименование. Я так понимаю, что это чисто формальная ситуация в том плане, что слово молдавский надо заменить на румынский. Если у них действительно язык очень похожий. Далее. Словакия направит в Украину 10 из 11 истребителей МИГ. Об этом сообщает нам Ассошест от пресс. Ну, тут я бы сказал, аллилуйя. Полгода мы ждали. Оказывается, и в конечном итоге, я так понимаю, что переговорный процесс на финишной прямой. И мы должны в ближайшее время получить 10 МИГов 29-х, с которыми были на вооружении вооружены ВВС Словакии. И они их вывели из состава ВВС летом, прошлого года. И сейчас готовы, я так понимаю, передать нам. Далее. Происходит встреча G20 на уровне министров иностранных дел. И, будем так говорить, это первая личная встреча, произошла короткая личная встреча Антони Блинкина, главы Госдепа Соединенных Штатов и Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. Блинкин использовал дискуссию, чтобы довести до Лаврова несколько основных тезисов. Это первое, что США будут поддерживать Украину в этом конфликте, пока этот конфликт не закончится. Второе, то, что Россия должна отменить свое решение и вывести свои войска из территории Украины. И третье, это то, чтобы Российская Федерация освободила американского гражданина, которого они обвинили в шпионаже, и посадили на 16 лет строгого режима в российскую тюрьму. Кстати, настолько противоречивая ситуация в отношении большинства цивилизованных стран, входящих в состав 20-ки, в результате того, что Китай и Россия отказались подписать совместное коммунике с формулировкой, где осуждается агрессия России против Украины, и с призывом к Российской Федерации немедленно вывести свои войска из Украины. Скорее всего, итогового коммунике на этом саммите подписано не будет. Вот такое разногласие произошло в ходе заседания Ж-20 на уровне министров иностранных дел. Еще одна такая новость, что самолет А-50, о котором мы с вами говорили два дня, который подвергся, были взрывы, подвергся, будем так, разрушениям, все-таки действительно оказался поврежденным, чтобы нам не говорили белорусские власти или российские власти, он оказался поврежденным. Прилетал Ан-26, специалисты осматривали, я так понял, специалисты пришли к выводу, что летные качества самолет сохранил, поэтому сегодня зафиксирован взлет этого самолета А-50, но он взял курс на Таганрог, зашел в воздушное пространство России и повернул на Таганрог, отследили полет. В Таганроге находится авиационный ремонтный завод, значит самолет все-таки получил повреждения и не может выполнять свои функции, улетел на ремонт. До сих пор в Мочулищах мы не наблюдаем появление другого самолета А-50 с другим бортовым номером, который был бы технически исправен и приступил бы к выполнению функций разведения разведки, радиолокационной разведки на территории Украины. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Кстати, опять возвращаясь к новостям из Соединенных Штатов, Энтони Блинкин перед саммитом G20 на уровне министров иностранных дел посетил страны Азии, Центральной Азии. И он был в Казахстане, разговаривал с президентом Казахстана, обсуждали они там очень много вопросов. В результате заявлено о том, что в ближайшее время будет подписано соглашение, и Казахстан объявил о стратегическом сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Фактически с таким заявлением можно сделать вывод, что Россия теряет самого крупного игрока в Азии, а именно Казахстан. Если, согласно этому заявлению, США договорились в лице главы Госдепа и президента Казахстана, договорились о стратегическом сотрудничестве между Соединенными Штатами и Казахстаном. Опять же встает вопрос о ДКБ. Ну, оно, хоть оно и номинальное, хоть оно и мертвое, не в состоянии решать никакие вопросы, но, тем не менее, на бумаге формально оно существует. Ну, посмотрим, как оно будет далее. Кто первый? Вот, кстати, я бы объявил конкурс, кто первый объявит о выходе из ДКБ Армения в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг территории Нагорного Карабаха, или Казахстан после вот таких вот заявлений о том, что стратегическое партнерство в сотрудничестве между США и Казахстаном. И еще из новостей надо отметить следующее, что, надо отметить следующее, что саммит проходил вот этот министром иностранных дел в Индии, в Дели, Индия была, вот, и заявлений, никаких таких прорывных заявлений от Российской Федерации или других стран фактически на саммите не произошло. Вот эта встреча, это, наверное, для нас с вами самый яркий эпизод на этом саммите. Встреча, кстати, продолжалась так, 10 минут. Она была кулуарная, неофициальная, вот, и не закончилась ничем. Кстати, Энтони Блинкин, источник, который сообщил прессе, вот, результат этой встречи, не стал комментировать ответы Лаврова. Мы не знаем, что ответил Лавров на все три вопроса со стороны Энтони Блинкина. Вот, ну, а Энтони Блинкин прокомментировал этот разговор с Лавровым в том контексте, что не увидел желания Российской Федерации менять свое мнение или идти на какие-либо компромиссы. Вот такая вот сложилась ситуация. Ну что ж, мы на этом первую часть военной и военно-политический блок закончим. Я, как по традиции, делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, и чтобы вы могли увидеть как можно больше людей, и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как всегда, ответами на вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет очень интересный вопрос человека, который попал в пункт временно перемещенных, пункт временного размещения. Есть такие пункты сборные. Ну, все по порядку, давайте. Вот вопрос следующий. Он звучит как комментарий. Когда фронт внезапно оказался в моем городе, все были вынуждены ехать на границу с Российской Федерацией. Там нас забрали волонтеры. Сейчас тысячи украинцев находятся в пункте временного размещения по всей России. Я хочу вернуться назад в Украину. Это очень тяжело. Нужно немало денег, которых у меня нет. Слишком много чего слышал. Мол, не возвращайся, тебя там строго накажут, либо сразу на границе вручат повестку и сразу в горячую точку кинут. Что на самом деле произойдет, когда я смогу добраться на границу Украины? Я не служил, военный обязан. Наш город был около шести месяцев захвачен. Потом нужно было срочно эвакуироваться. Россия никого не выпускала на подконтрольные территории Украины. Выбора не было. Только ехать в сторону Российской Федерации. Нахожусь здесь уже около четырех месяцев. Как быть? Буду дублировать это сообщение под каждым выпуском. Другим отвечать не нужно, если нету ничего дельного. Смотрите, я так понимаю, что если вы приедете на российско-украинскую границу сегодня, вас никто никуда не пустит. Ни российская сторона, ни украинская. Кстати, очень интересно, как вы будете перемещаться. Насколько я знаю, что российские власти из этих пунктов временного размещения никуда никого не выпускают. Там удерживают людей против их воли. И только с разрешения российских властей можно покидать этот пункт. Поэтому очень странно, что у вас есть возможность куда-то переместиться. Пока вас не распределили, там же приемники распределителя работают при этих пунктах. И они стараются заселять, насколько я знаю, если это неправильно, неправда, опровергните мои слова. В те районы, куда считают нужным. Никуда хочет гражданин или гражданка или человек. А туда, куда считают нужным. И это в основном районы Заполярья и Дальнего Востока. Сибири и Дальнего Востока. Ну да ладно. Граница закрыта. Сегодня Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. Через границу вас никто не пропустит. Причем ни с одной стороны. Ни с российской, ни с украинской. Единственный способ вернуться в Украину, это въехать через третью страну. То есть выехать в какую-то третью страну, например, Турция. Можете, самое ближайшее. Делают можно через Европейский Союз. Въехать в страны Балтии, насколько я знаю, можно. Раньше можно было через Финляндию. Ну вроде как Финляндия закрыла свою границу. Можно через Египет, Грецию. Ну любую. Любую третью страну, в которую вы можете выехать. Потому что Украина не закрывала границы для других стран, кроме Российской Федерации. Ну и Белоруссии. А вы можете выехать в эту страну и оттуда въехать в Украину. В Украине вам никто, вас обяжут, согласно закону, вы обязаны явиться, прибыв в Украину, вы обязаны явиться в военкомат и стать на временный учет по месту проживания. Если вы военные обязаны, то вас обязат пройти медицинскую комиссию. Далее в военкомате вам скажут, в какое распоряжение вы поступаете. Тем более, если вы не служили, у вас нет военно-учетной специальности, вы не являетесь там мобилизованным первой, второй или второй даже, например, очереди. Так что вас поставят на учет, вы пройдете медицинскую комиссию, а дальше определяют, что с вами делать. Но у нас уже нет такого, как, что там были, кстати, по всем случаям, где там отправляли на фронт в течение, попадали люди на фронт без подготовки, проводится служебное расследование. Все виновные лица понесли или понесут наказание в результате расследования. Все попадают в учебное, если мобилизуют, значит, попадают в учебное подразделение, проходят подготовку и после этого попадают уже на фронт или в состав, в боевые части. А там уже определяют, кто, там же не вся, ведь не вся бригада может находиться на передке. Какие-то батальоны на передке, какие-то на ротации, какие-то на перегруппировании и так далее. Так что это динамика. Но вернуться в Украину можно только через третью страну. Другого способа на сегодняшний день не существует. Много раз уже слышала про мишку, которому нужно вырвать зубы и когти. И мне непонятно. Вот скажите, пожалуйста, сколько раз этому бешеному медведю Запад уже будет это делать? Ведь когда Россия была на грани распада, голода и холода, США реально спасли ее ленд-лизом, продуктами, деньгами, медикаментами и всего прочего. Не дали мишке умереть. Это правда. Кстати, Штаты не первый раз спасают Россию. И Советский Союз спасали, и Россию спасали. Только благодаря помощи Соединенных Штатов Российская Федерация до сих пор живет и здравствует. Откормили, поглаживали, дали нарастить когти и зубы, начали закупку нефти и газа ресурсов. Вы говорили про акции Газпрома. А теперь Мишка окончательно взбесился. Мало того, что укусил руку кормящую, так еще на соседей кидается. И пожирает другие народы. Мишке все мало и сходит слаб. И сейчас опять Мишке нужно вырвать когти и зубы. Но до следующего раза, через несколько десятков лет. Когда наши дети будут страдать от очередного нападения, когда Мишка вновь окрепчает. Ведь бешенство не лечит. Усыпляет бешеное животное. Когда же усмириться? Наконец, это бешеная Российская Федерация. И кем? Если Западу этот Мишка так нужен. И что делать нам, украинцам и соседям этого бешеного медведя? Скажите, пожалуйста. Но, к сожалению, понимаете, в природе должен существовать баланс. Единственное, что мы должны... Нашим лозунгом должен стать... Национальным лозунгом должен стать... Хочешь мира, готовься к войне. Не к шашлыкам надо было готовиться, а к войне надо было готовиться. Понимая, что агрессивный сосед, тем более 8 лет находясь в состоянии перманентной войны, необъявленной войны с Российской Федерацией. И вот сейчас Соединенные Штаты пытаются сохранить Российскую Федерацию, не давая нам возможности быстрого и эффективного разгрома российских войск, чтобы это не привело к распаду Российской Федерации. Но я думаю, что этот процесс неизбежен. Вряд ли Мишка может выжить сегодня в этих условиях. Скорее всего, после военного разгрома Мишка может сильно уменьшиться в размерах. Это первый момент. Ну а второй момент, я думаю, что извлекая уроки из этой ситуации, скорее всего, контроль будет организован уже более тщательно. И не снаружи, а внутри Российской Федерации. То есть изъятие ядерного вооружения или взятие под контроль, допустим, МАГАТЭ. А с последующей его утилизацией. Потому что там вряд ли что-то есть более-менее работоспособное. Тем более, что если мы говорим, что надо уменьшать, сокращать количество вот таких вот агрессивных, или как вы написали, бешеных членов ядерного клуба. Поэтому наша роль историческая выстоять в этой войне и дальше быть стражем безопасности в отношении к Российской Федерации. Вместе с коллективным Западом не давать возможности вовремя стричь когти и стачивать зубы. Вот примерно такая ситуация. Ну, тоже полностью, вот я начал с природы, да, и вернусь опять же к аллегории. Нельзя уничтожить волков в лесу, потому что парнокопытные сожрут лес. Вот баланс сил должен быть. Но и дремать тоже на солнышке нельзя. Надо быть готовым ко всему. Надо быть всегда во всеоружии. По поводу состояния и боеготовности Бундесфера. По стандартам НАТО они должны быть самодостаточны на 90%. Возникает вопрос, как же проводились проверки. Дело в том, что я же уже один раз объяснял, давайте еще раз напомню. Дело в том, что Бундесфер не входит в состав НАТО. В состав НАТО входит часть Бундесфера, который определяет Объединенный штаб Североатлантического альянса. В каждой стране член НАТО есть оперативная, есть группа войск, которая входит в состав НАТО. И она содержится согласно этих стандартов. Вот я приведу пример, когда Польша вступила в НАТО, у них было 250 тысяч войска польская, из них 50 тысяч входило в состав НАТО, остальное было на балансе государства. И даже отличалась зарплата, отличалось вооружение. И потом они начали уже реформирование, и сейчас они выровняли состояние войск, которые входят в состав НАТО и которые не входят в состав НАТО. А почему я вспомнил незлым тихим сломом Ангелу Меркель? Потому что вот та часть Бундесферы, огромная часть Бундесферы, а ввиду того, что стран много, то численность войск НАТО в составе Бундесферы довольно небольшая, несколько десятков тысяч всего лишь. Несколько десятков тысяч. И они в основном частично финансируются за счет бюджета НАТО. То, что в бюджет НАТО платит государство, член, потом это же и идет на содержание вот этих войск. Там они получают определенную часть из бюджета НАТО. Поэтому они так и содержат. А вот Ангела Меркель, она проводила политику и уменьшала военные расходы. Она умудрилась уменьшить с 2% ВВП до 0,9% ВВП с расходы на содержание Бундесферы. И соответственно, уменьшая каждый год расходы, каждый год сворачивались какие-то части, техника ставилась на длительное охранение. И фактически оставались только подразделения военной полиции, которые несли службу по охране и обороне вот этих военных баз, которые оставались после сворачивания или сокращения личного состава в тех или иных частях. Вот что произошло с Бундесфером. Поэтому и сейчас там есть какая-то... Они не могут... Проблема, допустим, в технике возникла. Почему? Потому что та часть Бундесфера, которая оперативно входит в состав войск НАТО, она не может передавать технику. Она должна быть в состоянии постоянной готовности. А весь остальной Бундесфер практически надо идти... Ситуация примерно такая же, как техника на длительном охранении. То есть для того, чтобы ее поставить в строй, она требует как минимум текущего ремонта. Технического обслуживания и всего остального. Даже при условии суперсодержания так не произойдет, что расконсервировали, раз, и она сразу завелась и пошла в бой. Нет. Надо проводить определенные регламенты, определенные работы для того, чтобы она соответствовала боеготовности. Вот о чем шла речь. Что они не могут быстро сформировать вот эти 60 танков. Это примерно два батальона. Технически исправных и полностью боеготовых, укомплектованных. А еще они досокращались до того, что сегодня некому даже научить наших танкистов, я уже не говорю о немецких танкистах, эксплуатации этих танков, боевому применению этих танков. Вот в этом проблема на сегодняшний день. Питание. Калибр гармата у Леопарда 2-го 120 мм, а у Т-72 125 мм, тобто на 5 мм больше. Чи робить ця ризница в диаметре ствола, гармату Т-72 потужнейшую, а її снаряд більш руйнівным? Взагалі гармата то озброєння якого з цих двох танків потужнейші. Я вам скажу так, що леопардовський снаряд намного мощніше, чем снаряд Т-72. І не за счет калибра. То, що калибр на 5 мм меньше у Леопарда, це ще не говорить ні о чому. Дело в тому, що западні производители використовують взрывчаті вещества більш високого качіства. Сталь в стінах снаряда, корпуса снаряда, високі сталь більш високого качіства. Допустим, снаряд западного производства, він має менше тоньше стенки, більше взрывчатого вещества. Снаряд пыльпостсоветського производства імеє більш толсті стінки, углеродиста сталь, вона должна бути хрупка, щоб розлетатися, крошитися на більше кількість осколков, але менше кількість вещества. Плюс пороха, котрі використовуються при високі з цього танка. У леопарда, ну, у немецкого танка, будем так говорить, немецкий пороха, лучше по своєму составу, вони мене натуральні, вони більш синтетичні, але вони на сьогоднішній день і, соответственно, дальності прямого вістріла у леопарда 2-го більше. А це для танка основной показатель. Прямой вістріл, то есть дальності прямого вістріла, це основной показатель огнівих возможностей пушки танка. Тому що стрільба з закритих огнівих позицій, она второстепенна для танка. Главне, вот, куди віжу, туди стріляю. І стріляти треба быстро і точно. Плюс, ну, вже там, якщо я не беру, ви про снаряд спросили, я розказав, ну, по техніческим характеристикам, ну, например, стабилизация ствола в ході стрільби, що дуже важна для танка, від цього завістить точність, то, ну, у леопарда намного лучше, чем, у нього стабилизатори намного лучше, чем у 72-ки. Так що, несмотря на менший діаметр, снаряд більшого можущества, чем у Т-72, у леопарда, більшого можущества. Добрый день, у мене вопрос, може ли Україна производити ракети малого і среднього радиуса действия, є ли у нас спеціалісты, способні це робити? Є ли заводи? Скільки б программа разработки стоила? І можливо ли це взагалі? Все є. Єдинственное, що на сьогоднішній день не все знаходиться на своїх містах. У нас є КБ «Южний», це конструкторське бюро ракетостроення, ми можемо робити любі ракети, любі, от реактивних снарядів до космических, до ракет, які способні летати в космос. Це профіль нашого КБ. Є конструкторська школа, є наработки. Наша ракета «Зенит» використовується в РФ в качестве носителя. Ракета, самая страшная ракета «Сатана» – це КБ «Южний». Їе разработав і сконструировав, і ми її производили, до определенного времени, і проводили регламентні роботи, до определенного времени. У нас є. Ми є одне з унікальних країн, у якого практично полний цикл, замкнутий цикл ракетостроення, от конструкторського бюро до выхода готової продукції. У нас только космодрома нет. У нас є космодром, але він, чому-то, в Аргентіні. Це морська платформа. Помніть, була така программа «Морський старт». І ми її когда-то розвивали, і даже начали робити коммерческі пуски. Але потім, чому-то, дуже надежна ракета «Зенит» потерпела две катастрофи в ході пусків. І на основі цих двох аварій, аварій, там, катастрофи, не було гибели людей. Поэтому, слава Богу. Две аварії. І на основі цих двох аварій нашу программу закрили. Скільки буде стоить разработка, все зависит от характера ракеты. Ну, вот, например, я вам приведу, что в 2006-2007 годах, даже раньше чуть, ну, тогда доллар был 4,85, где-то, около 5 гривен. Стоимость разработки оперативно-тактического ракетного комплекса с дальностю пуска в 500 км оценивалась примерно в 7 млрд гривен. Гривен. 7 млрд гривен в течение пяти лет Южмаш брался сделать нам отечественный ракетный комплекс. В частности, речь идет о комплексе Борисфен. Вот, с нуля. Они на замену комплекса Эльбрус, Р-300, который был на вооружении тогда 1-й ракетной дивизии. Вот. Ну, одобрение было, а денег, как всегда, не нашлось. Политической воли у тогдашнего президента для открытия ракетной программы не нашлось. Это вам примерно для оценки. Ракета там средней дальности может стоить, конечно же, дороже. Ну, сегодня цены тоже дороже, потому что гривна обесценилась по сравнению с тем. В 10 раз получается. Там 4 с копейками была гривна. Почти в 10 раз. Сегодня гривна стоит 40 гривен, мы дают за доллар. Так что и цена, соответственно, меняется. Но у нас есть все возможности. Мы можем делать любую ракету. Любую. Кстати, НАСА использует наши наработки и НАСА очень заинтересована в сотрудничестве с КБ Южный в плане космических разработок. Их тяжелая ракета, которая сейчас будет участвовать в марсианской программе, там есть наши... Там, по-моему, двигатель наш стоит. И часть компонентов самой ракеты тоже наши. И даже на программе, по-моему, на Dragon тоже, на Falcon тоже есть наши наработки. Так что у нас очень хорошая школа и неограниченные, в принципе, возможности. Просто мы никогда не хотели вкладывать в это деньги. Можете прокомментировать, очень часто теперь россияни используют при нальотах фальш-цилли. Что это таке? Как понимать, что ракеты были фальш-циллиами, это означает, что пусков не было, или были, но ракеты где-то там впали и так далее. Как это работает и как это помогает ворогу. И в чему? Если это вскрытие ППО, то воно ж у нас не стационарно, напевно, то место ж его растошивания уже під час справжньої атаки буде не актуально. Смотрите, да, действительно появляется такой термин, как фальш-цилли. Но, я так понимаю, что это не столько от хорошей жизни они появились у Российской Федерации. Что такое фальш-цилли? Это ракета без взрывчатого вещества. То есть у него головная часть это весовой макет. Ракеты без, ну или их называют ракеты без боевой части. Но для того, чтобы соблюдать аэродинамику ракеты, чтобы она летела точно так же, как все, ей монтируется головной весовой макет ГВМ. И она не взрывается. Она летит вместе со всеми ракетами. Ничем она не отличается. ПВО ее отличить не может. И такие могут использоваться для перегрузки самой системы ПВО. Но на сегодняшний день я бы не сказал, что эти фальш... Я не знаю, почему их назвали фальш-цилли, это скорее всего больше они играют роль психологическую по количеству ракет. Дело в том, что вот фальш-цилли очень эффективны, когда идет массовый залп. Допустим, когда у тебя есть 70 ракет боевых, да, но чтобы перегрузить ПВО, ты берешь еще 20 вот этих фальш-ракет. И 90 ракет делаешь массированный ракетный удар. Тогда вероятность того, что боевые ракеты достигнут цели, и причем фальш-ракеты ты берешь и пускаешь в первый залп, чтобы ПВО как можно больше разрядилось по этим ракетам. И вот тогда, да, тогда я согласен, что это фальш-цилли. Вот. А сегодня, при том количестве ракет, которые может одновременно выпустить Российская Федерация, ну, я бы уже не сказал, что они играют такую ключевую роль. Я думаю, что это больше играет роль психологическую для того, чтобы создать массовость пуска, а не, там, вскрытие ПВО. Да, ПВО скрывается. При боевой работе, конечно же, ПВО скрывается. И вы абсолютно правы, что у нас практически не осталось стационарного ПВО. Оно все выезжает на позиции, оно все разворачивается, как только разведка обнаруживает угрозу воздушного удара ракетного или авиационного или какого-либо другого. Вот что такое фальш-цилли, как они помогают и как они... Ну, допустим, еще в межконтинентальных баллистических ракетах, там, где разделяющаяся головная часть, там тоже есть фальш-цилли. Допустим, если в голове этой тяжелой ракеты 10 субэлементов, 4 из них могут быть фальшивыми, то есть пустышками, а 6 боевыми, с ядерным боезарядом. Или наоборот. Обычно такое, почему-то такое было выбрано соотношение еще в Советском Союзе, когда они разрабатывались. Вот. 60 на 40 пускалось. Но сколько в какой ракете, никто не знает. И где боевая часть, ага, субэлемент боевой, а где весовой макет, тоже никто не знает. Аэродинамика одинаковая, размеры одинаковые, отражающая способность абсолютно одинаковая. Вот. когда она 1-2 в составе залпа, то это не столько фальш-цилли, сколько попытка, ну, хоть как-то нарастить количество этих ракет, чтобы, ну, массовость, чтобы мы назвали этот удар ракетный массированным. А вот когда их 10-20 в составе залпа, массированного удара, вот тогда это фальш-цилли, которые перегружают ПВО. И когда их пускают в первой волне. Добрый вечер. Специальный чемодан складывают все эти, ну, все ж смеялись, да, над этим там, черным чемоданчиком. Два черных чемоданчика. Главное не перепутать. В одном дерьмо, во втором красная кнопка. Ну, условно говоря. Смотрите, помните возложение цветов Путиным у могилы неизвестного солдата? И сотрудник охраны президента тут же убирает букет цветов. Почему? Потому что Путин без перчаток его держал, чтобы не сняли ДНК. Так что вполне возможно. Кстати, в этом случае можно даже вспомнить конспирологию чуть-чуть. И есть такая конспирологическая версия, что его супруга Людмила Путина подала на развод именно потому, что отказалась жить с двойником. Что именно тогда произошло подмена настоящего Путина на двойника. И неизвестно, кто сегодня реально управляет Россией. Потому что сравнительную характеристику анализ ДНК не делал никто. Все верят тому, что видят. Но при этом все знают, что двойников есть как минимум три. Три это те, которых там будем так говорить доказано на уровне журналистских и частных расследований. Но подтвердить эти данные конечно же очень тяжело. Надо и вы же смотрите Путин нигде не оставляет никаких следов так, чтобы можно было снять эти самые сделать анализ ДНК. Ни стакан, с которого он пьет, ни с других каких-либо предметов. Ну что ж, на этом мы вторую часть тоже с вами закончим ответы на вопросы. и у нас остается с вами третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы написали в предыдущем видео. И сегодня они прозвучат в нашем с вами видео. Итак, первым таким комментарием будет следующий. Поправочка. боевая машина АПЛОТ это про танк, про модернизацию его стоимость. Это не модернизация, а полностью новый танк. А Т-84 АПЛОТ это модернизация Т-80УД. На базе цієї модернизации как раз и выник БМАПЛОТ. А роботи будь-які танки мы не сможем. По-перше, сам завод Малишева в непридатном сьогодні стане. По-друге, всю броню робил Маріуполь. Там був завод по виробництву бронекарпусов. А его стерли с лица земли. Если броню для шасси еще можно сделать в Дніпре, то уникальную композитную броню башту робили только в Маріуполі. Тому тепер кто знает, коли можно говорить про боевую машину оплот и его выработку. Вот такой, к сожалению, не совсем радостный комментарий. Мы живем в Германии. Моя дочь ненавидит Меркель. Сын служил в Бундесвере 20 лет назад и говорит то же самое. Но имеется в виду по состоянию Бундесвера. То, что мы сегодня с вами обсуждаем. Орки скулят о переговорах. Это очень хороший знак. Перебьем их всех, потом поговорим. Ну, соглашусь с вами. Ну, может быть, даже не перебьем, немножко по-другому. Главное, чтобы они убрались с нашей территории, а потом уже поговорим. Насчет Лукашенко. Есть опасения, что он обсуждает, как Белоруссия будет перевалочным пунктом для секретной помощи из Китая. Например, открыть завод по сборке дронов из китайских материалов. Дай бог, этого не случится. Кстати, очень хорошая версия и вполне реальная на сегодняшний день. Потому что вдруг Лукашенко заговорил, это было где-то месяц назад, Лукашенко заговорил о том, что не пора ли нам возобновить свои программы производства дронов. У них две разработки было, они были незакончены, заброшены. А сейчас вдруг он даже больше чем два месяца, в декабре, он вдруг об этом вспомнил, когда стал вопрос о переносе производства дронов из Ирана в Российскую Федерацию. Украинцы невероятные, ваши воины настоящие герои. У меня одно желание и мечта дожить до победы Украины и суда над расшистами. Казахстан. Здравствуйте, у меня вопрос, после победы Украины в СУ над Мордором РФ будут ли подписаны обязательные документы, договора, которые обяжут Россию сократить производство тяжелого вооружения, танки, самолеты, корабли и прочее, как это было после окончания Второй мировой войны, когда Германию, Японию и Италию заставили подписать такой договор, где можно им было иметь на вооружении только легкие танки, самолеты и в ограниченном количестве, да, и еще, чтобы Россию лишили ядерного статуса. Заранее спасибо за ответ. Я абсолютно в этом уверен, причем не мы же одни будем подписывать. Поверьте, победу захотят разделить многие, я вот так вот скажу, поэтому мы не одни будем подписывать с Российской Федерацией, скорее всего коллективный Запад будет подписывать какой-то коллективный договор и будет брать это на жесткий контроль. Кстати, мы можем оказаться в роли стража выполнения этого договора, скорее всего так и будет. Все говорят, что вот мобики не могут побежать назад, потому что там заградотряды, но ведь у них тоже оружие в руках, почему они эти заградотряды сами не положат, непонятно. Дело в том, что как правило бегство назад начинается тогда, когда у мобиков либо заканчиваются патроны, а им кстати выдают по три рожка на бой, то есть очень ограниченный боекомплект, либо когда он бросает автомат, психологически бросает оружие и начинает бежать назад, человек начинает паниковать, начинает искать место, где бы спастись. Вот тогда у них как правило нечем и плюс даже если он бежит с автоматом, даже если у него есть патроны, он психологически сломлен, этот человек, ему не до боевого столкновения, ему не до стрельбы из автомата, он пытается убежать с поля боя и найти безопасное место. Вот что происходит психологически. Поэтому они являются легкой добычей для вот этих заградительных отрядов. И поэтому их расстрелят. Тем более вы не забывайте, что те, кто сзади стоят, в заградотряде, они в укрытиях. Они же не стоят в полный рост с пулеметами наперевес. Нет. Они в укрытиях, они занимают позиции и предупреждают. Побежишь назад, расстреляем. И все это знают. Вот такая, если уже человек решил бежать, то он уже бежит на, будем так говорить, на русский авось. с автоматом или без, как правило, без автомата. Или, как правило, без боеприпасов. Иран может создать ядерную бомбу примерно за 12 дней. Такое заявление сделал Пентагон. В Минобороны США признают, что Иран сделал ядерный скачок. Раньше произвести расщепляющийся материал на одну бомбу заняло бы не меньше одного года. А сейчас они могут сделать это менее чем за две недели. Похоже, в клубе ядерных держав будет пополнение. Ну, видимо, да. Олег, Беларусь это перевалочная база для товаров из Китая на запад. У РБ большие инвестиции от Китая. Здесь очень много китайских студентов и компаний. Ну, я в этом не сомневался. В принципе, об этом я и говорил, что у Лукашенко есть запасной, уже есть запасной аэродром. Китай. Комментарии. Тому, кто задал вопрос по заводу имени Малышева, приезжайте к нам в Харьков пожить на недельку вторую, если вы экстремал. Вопросов у вас не будет. БНР ответ на ну, это имя, я так понимаю, Белгородская народная республика. Ответ на все вопросы круглосуточно, без выходных, 24 на 7. Это имеется в виду ракетные обстрелы города Харькова круглосуточно и 7 дней в неделю. Поэтому это к вопросу можем ли мы запустить сегодня завод имени Малышева. Что касается Китая, если вы искренне дружите с Китаем, то и он будет искренен в этой дружбе. Но если обидеть этот народ, то он промолчит и будет делать все для того, чтобы вам жилось не очень, при этом не очень, при этом улыбается, сдержанно в вашу сторону. Да, я не сомневаюсь, что Китай мстительный и что, кстати, Советский Союз неоднократно испытывал на собственной шкуре. Я думаю, и Россия тоже сегодня именно этому подвергается. Когда Китай заискивает, улыбается, а на самом деле проводит экономическую и финансовую экспансию российских территорий. Во всех банкоматах в Беларуси надписи на русском, белорусском, английском и китайском. Дорожные указатели из Минска на Борисов дублируются на китайском, так как между Жодиной и Борисовым давно есть завод по производству автомобилей Джили. Ну, видите, вы просто расширили мой спич о том, что дублируется на китайском языке надписи. То есть в Беларуси. Где вы еще в Европе увидите дубляж на китайском языке или в Украине или где-нибудь там еще. В метро Нью-Йорка есть надпись «Я думал, знаю, что такое храбрость, пока не увидел Украину». Ну, вот такая патриотическая надпись в нашу пользу. С наилучшими пожеланиями из Калгари, Канада. Скорейшей вам победы. Слава Украине! Ну, что ж, вот на такой оптимистической ноте в комментариях из Калгари канадского мы с вами закончим сегодняшнее видео по текущей оперативной обстановке за прошедшие сутки. И я хочу напомнить, что кто еще не подписан, подпишитесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, тогда вам будет приходить уведомление о новых видео на моем канале и вы сможете их посмотреть в оригинале. те, кому понравилось это видео, поставьте ему лайк и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Оно будет в приоритетах Ютюба. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей помощи и поддержке мне есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить в ЗСУ. Перемога за нами Слава Украине! Продолжение следует...